Здравствуйте, друзья украинцы! С вами Александр Вельмошко, мы на канале Одесса и Транспорт и рассмотрим основные события в Одессе и Одесской области в ходе войны, которую развязала Россия против Украины за 1 марта. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, поддерживайте независимую журналистику в независимой Украине. Итак, начнем с событий в Одесской области и в Одессе. Очередная ночь первого дня весны в Одессе прошла спокойно. Та десантная группировка Черноморского флота России, которой несколько дней пугали одесситов, ушла нахуй в море. Ушли в свои базы. Они испугались обычного черноморского зимнего шторма, последнего дня зимы. Возможно, как утверждают некоторые наши коллеги, они испугались еще и бунта на корабле. Русские солдаты не хотели становиться пушечным мясом и высаживаться прямо на городские пляжи, и не хотели погибать просто так зря. Что ж, туда им и дорога. Утром, около 8 часов утра, незадолго до этого, русские атаковали ракетой с село Лощиновка, около Измаила, в южной части Одесской области, в результате чего погиб один человек. Затем, около 12 часов, был нанесен еще один ракетный удар по Одесской области, на этот раз по селу Дачное. Удар пришелся на жилые дома частного сектора. Два человека ранены и один человек погиб. Девять домов разрушены. Но самое главное, что сегодня происходило, конечно, это варварские обстрелы Харькова из всего, что только можно, и обстрелы Киева. В том числе, попадание двух их ракет в телевышку и в мемориальный комплекс «Бабий Яр». Кто здесь нацист? Кто здесь фашист? Скорее всего, тот, кто уничтожает мемориал погибшим от рук нацистов во время Второй мировой войны. Начинают действовать санкции, наложенные на Россию. Российские самолеты уже арестовывают по всем фронтам, во всех местах, где они находятся за пределами России. Уже обанкротилась компания «Нордстрим АГ-2», которая отвечает за соответствующий газопровод «Северный поток-2». Он уже больше никогда не будет построен и никому не нужен. В России за доллар дают уже больше, чем 250 рублей, а то и еще больше. Все банковские карты россиян так или иначе уже не могут использоваться за границей. В России запретили Facebook, в России запрещают Википедию, в России скоро просто не будет интернета, будет один сплошной чебурнет. Такие дела. Украина получает самую широкую поддержку всего мирового сообщества. Если мы говорим о военной поддержке, то Украина уже сейчас получает 70 или 68, это уже не суть важно, боевых самолетов, которые более чем вдвое усилят ту мощь украинской военной авиации, которая есть сейчас. Украина уже сейчас начала процедуру вступления в Евросоюз. И, скорее всего, эта процедура займет не несколько лет, как обычно это бывает, а за несколько недель или даже за несколько дней, по самому ускоренному варианту. Украину примут в Евросоюз моментально, потому что именно Украина сейчас защищает Европу от нашествия российских захватчиков. В войне на территории Украины впервые приняли участие кадровые белорусские подразделения. Их уничтожили в Черниговской и Житомирской областях. Мы сегодня будем очень кратки и очень лаконичны. Россия терпит поражение по всем фронтам. Россия уже не может одержать прямой решительной победы в боях, и поэтому взялась от собственного бессилия обстреливать жилые дома, обстреливать кварталы, обстреливать людей, убивать наших украинцев. Зло должно быть наказано. Четвертый рейх должен быть разрушен. Наше дело правое. Путин будет разбит. Слава Украине! Слава Украине! Продолжение следует...